Доброе утро! Доброе утро! И опять все по циклу, все по кругу. Да, я сейчас прям в предвкушении... Чего? Недели? Нет, весны. Весна уже прям приходит, наступает. Да, но я бы пока так не сказал. Для меня весна это когда... Для меня апрель уже все. Для меня весна это когда уже сухой асфальт, когда почки появляются. Я в предвкушении, я и говорю, я в предвкушении. Еще пару недель... Я бы не сказал, что весна и пахнет. Но не пахнет. Не пахнет. Нет, почему пахнет? Солнышко-то уже пахнет. Но ты нюхаешь солнце. Кстати, сейчас у нас зарядка. Мы совсем забыли. Заболтались. Да, зарядка. Утро доброе. Сегодня отличный день, чтобы начать его с обычных, простых упражнений. И первое упражнение – это классическое приседание на месте. Ноги мы ставим на ширине плечей. Приседаем до параллели с полом. Начинаем. Раз. Два. Три. При этом спинку держим ровненько. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. Второе упражнение – скручивание на пресс. Руки перед собой. Поднимаем левую ногу. На выдох поднимаем ножку. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. И следующее упражнение у нас на плечи. Делаем таким образом. Поднимаем руки перед собой. Отводим в сторону и опускаем вниз. Делаем. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Следующее упражнение на мышцы пресса Исходное положение руку за голову, вторую руку вдоль бедра Опускаемся на выдох вниз Раз, два, три, четыре, пять, шесть На другую сторону Не забываем дышать На усиление всегда делаем выдох Раз, два, три, четыре, пять, шесть Не забывайте про спорт, занимайтесь упражнениями Потому что спорт – это здоровье Хорошего дня! Ну и какой сегодня день? Сегодня день выхода человека в открытый космос Потрясающе! А еще сегодня чистый понедельник Потрясающе! Ну я вот бы откатился назад Я бы с большим удовольствием Так как я человек, любящий экстрим И любит пощекотать свои нервы Я бы с удовольствием слетал бы на экскурсию в космос Смотри, у тебя все может действительно получиться Потому что ты же актер Вдруг они захотятся делать еще какой-нибудь фильм И ты сможешь участвовать в качестве актера В космос! Ты бы хотел? Фильм в космос! Да, но вызов же уже есть Не на какой-то зеленке На хромаке, а вот именно в космос Ну а ты знаешь про актеров, которые съездили Съездили, да Съездили, да Съездили в космос Сняли отличный фильм Ты видел его? Да Ну да, на самом-то деле Но об этом же говорят, что вот Когда-нибудь запустят экскурсии В космос Запустят, но это будет очень дорого Ну, если поставить цель сейчас И верить в лучшее И откладывать денежки Даже если этого не произойдет Как бы ты такой Бац! А ты пока физически себя готовь к этому У тебя есть денежки Хорошо? Ну, физически, да У меня, кстати, была мечта Стать пилотом гражданской авиации Но так как у меня хромает зрение То, естественно, я бы Первый этап отборочный не прошел бы в пилоты Потому что у меня не стопроцентное зрение Но мне кажется, это вообще мечта У каждого мальчика Любого пацана Когда ты на улице идешь И слышишь, как летит самолет И ты поднимаешь глаза в небо И думаешь, вау Хотелось бы тоже управлять Этой огромной махиной Но получилось так, как получилось Может быть, благодаря своей профессии Я когда-нибудь сыграю пилота Может быть Отлично, да И полетаю на каком-нибудь авиасимуляторе Поэтому кастинг-директора Свяжитесь со мной Я свободен Буквально через считанные секунды Перед вашими глазами Появится гороскоп Послушаем, какие предсказания Звезды подготовили вам на сегодня А сбудутся ли они Вы проверите в течение сегодняшнего дня Отличный день для начала обучения Сегодня у Овнов Вас ждут прекрасные новости Которые откроют перед вами новые двери Плохое самочувствие и перепады настроения Могут быть вызваны только лишь Проблемами со здоровьем Сегодня у тельцов важный день Посвященный духовным поискам Интуиция сегодня будет особенно обострена Не забудьте про сдержанность Она принесет вам позитивные результаты От любого общения Будьте внимательнее с вашими партнерами Сегодня не самый подходящий день Для новых проектов у близнецов Звезды предрекают тернистый путь К достижению поставленных целей Однако смелость и упорство Будут вознаграждены неожиданными результатами Невзирая на внешние факторы Сегодня у раков очень веселый день Особенно в семейных отношениях Держите себя в руках Добро всегда побеждает Не отталкивайте близких Дайте им шанс выразиться и поделиться Своими тревогами Посвятите вечер семье Отличный день у Львов Для новых связей и знакомств Встреч с друзьями Задумки вашего нового проекта На работе могут прийти Очень кстати Сделайте презентацию к нему В вопросах оформления документов И обращения к руководству Все сложится как нельзя кстати Девы, посвятите свое время Общению и активному отдыху Спорт, физические упражнения Прогулки на свежем воздухе Сегодня как никогда кстати В отношениях с близкими людьми Могут возникнуть проблемы Из-за вашей доверчивости У весов с утра есть возможность Погрузиться в мелкие заботы и суету Они потребуют от вас Срочного вмешательства Не завершайте крупных покупок Не делайте вложений Не инвестируйте Планеты расположены так Что это может привести К финансовым потерям У скорпионов наступает Период максимальной уязвимости Перед словами других людей Будьте верны себе Не принимайте важных И судьбоносных решений Лучше отложите это На некоторый период Контакты с представителями Государственных органов Сегодня особенно удачны У стрельцов Любые деловые встречи Оформление документов Все будет отлично получаться С утра возможны Небольшие недоразумения Вызванные Какими-либо высказываниями Сегодня у козерогов Замечательный день Чтобы провести его Наедине с собой Или близкими А если у вас Еще нет второй половинки Вполне вероятно Что в ближайшее время Она появится Возможно счастье уже рядом Присмотритесь внимательнее Отличный день у водолеев Для переосмысления Знаний, планов И жизненного опыта Начинайте заниматься проектами О которых вы давно задумывались Но так и не решались Это преподнесет вам прибыль Не отказывайтесь От помощи друзей Сегодня у рыб возникает выбор Что поставить на первое место Свои интересы Или интересы других людей Из сложившейся ситуации По-любому получится Извлечь выгоду Но будьте осторожны Остерегайтесь мошенников И всевозможных махинаций Ну и какое же доброе утро Без завтрака Делаете ли вы завтраки Если да То прямо сейчас Посмотрите Очень интересно В нашей рубрике Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Бонжорно Доброе утро, друзья Помните, как вы утро начнете Так и пройдет весь ваш день А мы каждое утро начинаем Вкусно и с аппетитом И сегодня по традиции Мы будем готовить С нашим поваром Фархатом Здравствуйте Доброе утро, Фархат Как обычно Как всегда Что мы сегодня готовим? Мы сделаем овощную фритату Прекрасно Вся прелесть сегодня в том Что я сегодня готовить не буду Потому что я слишком красивая Ну а Фархат расскажет нам Что мы будем делать Нам нужны запеченные овощи Так Что из запеченных овощей нам понадобится? Цукини Болгарский перчик Баклажаны И лук Но овощи опять же Могут быть на выбор По вашему вкусу Можно хоть грибы добавить Хоть красный лук Хоть что Прекрасно И к нашим овощам Которые заранее вы подготовите Запечете в духовке Отправляются сырые яйца Я так понимаю Что в нашем случае Три яйца будет достаточно Можно и меньше Это все-таки завтрак Но вы у нас любите Побольше готовить Поэтому Взяли три Можно и больше Фархат Именно потому что Это завтрак Мало ли вдруг Пообедать не удастся Сегодня Хорошенечко Все это Перемешиваем И отправляем В сковородку Отлично В сковороду Нам необходимо Добавлять масло Или мы готовим Без него Само собой Масло надо И соль Перец по вкусу Но я не добавляю Так как у меня В овощах Это все было У нас все было В овощах Мы подготовились Не упустите Этот момент Чтобы еда Не была пресная Хотя кто-то Любит есть без соли Много соли Вишняя жидкость В организме Выкладываем Это все В сковороду Аккуратненько Красиво Распределяем Само собой И фархат Отправляется На кухню К нашей плите Чтобы это Доготовить А готовить Это необходимо До того момента Пока не приготовятся Яйца Все очень просто После чего Мы обильно Посыпаем это Сыром И можно кушать Козибелла Наша фритата Готова Какие-то Десять минут И завтрак На столе Будем раскладывать Предлагаю нам Сегодня Обязательно Это попробовать Так Это тебе Фархад Уже выучил Что мне Необходимо Накладывать Первый Чтобы я Не возмущалась Ну а я Я хочу Вот эту Вилочку Какой аромат Ну и Изюминка Нашего завтрака Это Посыпанный Сверху Сыр Который Добавляет Свою Изюминку Блюда Да Можно Пробовать Конечно Прекрасно Я думаю Что это Вкусно Будет Даже Детям Несмотря На то Что Дети Не любят Обычно Тушеные Пареные И вареные Овощи Вкуснятина Просто Потрясающий Фархад Браво Спасибо За такой Вкусный Завтрак Друзья мои Готовьте С любовью Ешьте Из красивой Посуды Будьте Красивыми Не пренебрегайте Этим Живите Полной Жизнью Прекрасного Вам сегодня Дня И настроения Ну а сейчас Опрос На тему Чистого Понедельника Какие вопросы Будут задавать Наши корреспонденты Гостям И жителям Города Вы узнаете Буквально Через считанные Секунды Смотрим Ну да Хотелось бы Но уже Не думаю Что Сможем Ну да Что Или Вот что Вспоминается Что открывали Для себя Новое Может начинали Бегать Или учить Стихи Стихи Учу Чтобы память Развивать Ну бывает Что в жизни Неудачный момент Вот случается В плане может быть Учебы Или бы Я не знаю Саморазвития Грубо говоря Ну это жизнь Всякая бывает Я считаю Надо обратно Вставать И все Начинать Ну и сейчас У нас интересная рубрика Финансовая грамотность Я считаю Что это очень актуальная тема И она очень важна И нужна И наш эксперт По управлению Личными финансами Юлия Прокопьева Она расскажет нам О кредитах Вот ты знаешь Она говорит о том Что они бывают хорошие И плохие Вот к тебе вопрос Вообще Как ты относишься К кредитам? Ну как? Если Кредиты Взяты Без фанатизма А вот Когда с умом И действительно На необходимую Вещь Ну нет Вещи Я говорю Не прям Не про Вещь Вещь А в целом Обобщенное Это слово И В рамках Твоего финансового Кармана Что тебя Не будет напрягать По жизни То в целом Ничего плохого То в них и нет Ну как бы Ведь и миллионеры И миллиардеры Берут кредиты И это нормальная практика Для раскрутки И не только И так далее Поэтому Если Ты подошел С умом Когда ты правильно Горяешь Через финансовую Грамотность К этому вопросу И Ну действительно Тебе не в напряжение А только в Помощь В толчок И так далее И так далее То почему бы и нет Ведь Ничего страшного Нет в этом Я допустим К потребительским кредитам Отношусь плохо То есть мы Никогда кредиты Не берем Но допустим Мой отец Он построил свой бизнес Беря именно Какие-то кредиты И покрывая их То есть он построил Свой бизнес Благодаря этому И финансовой грамотности Конечно Нет конечно Круто жить Не Задумываясь О том Чтобы взять кредит То есть научить себя Приучить себя К тому Что ты должен жить Вот в рамках Своего кармана Но ведь Сейчас Все вот Зациклено на них И многим Это ведь помогает Многие Ездят на отдых С помощью Того же самого кредита То есть да Берут путевки В кредит Но За год Они их успевают Погасить И допустим А почему бы и нет Если допустим Платеж не бьет По твоему финкарману И ты поехал в отпуск Грубо говоря В кредит Ты ощутимую сумму То сразу не потратил Но и с другой стороны Если ты за год Его погасил А почему бы и нет Ну грубо говоря Может кого-то за полгода Но Здесь спорный вопрос Есть примеры Когда у меня Например есть такие Знакомые Которые Просто в долговой яме Находятся Долги покрывают Опять берут Опять покрывают То есть это уже Просто отсутствие Я не знаю Что это такое Вот самое страшное Это брать кредит Чтобы закрыть Другой кредит Это самое страшное Это называется Действительно Подписать себе Наверное Смертный приговор В том что Ты просто входишь Вот в этот вот Бермудский треугольник Все И ты из этого Уже никак не выйдешь Если там не какие-то Третьи силы Да Важно знать законы Поэтому давайте посмотрим Очень интересный эксперт Наш И очень интересная информация Доброе утро Дорогие друзья И с вами на связи я Юлия Прокопьева Эксперт по управлению Личными финансами Номер один в Казахстане И сегодня мы продолжим С вами разговаривать о том Что же такое Плохие кредиты Как они у нас образуются И как сделать так Чтобы их никогда не было Уже на прошлой передаче Мы с вами поговорили о том Что кредиты в целом Не могут превышать 30% от уровня доходов 30% это максимально допустимая Уровень Желательно вообще Чтобы в вашей жизни Не было плохих кредитов Вообще Потому что они очень сильно Влияют на ваш семейный бюджет И на то Сколько денег остается В вашем распоряжении Мы с вами сказали Что для того Чтобы в вашей жизни Не появлялись плохие кредиты Правило номер один Вы покупаете ровно столько Сколько денег у вас Хватает на свою покупку Правило номер два Для того чтобы плохие кредиты Никогда не появлялись В вашей жизни Смотрите Окупается ли данный кредит То есть если вы возьмете деньги Взаймы у банка Либо у какой-то другой организации И приобретете то Что вы собираетесь Приобрести на этот кредит Хороший кредит Это такой кредит Который принесет вам Дополнительный доход С этой покупки Плохой кредит Это тот кредит По которому дохода Не предвидится А предвидится Только расходы Давайте я приведу вам пример Ну всем избитый пример С айфоном Если вы приобретаете В кредит айфон Для того чтобы все Ваши знакомые поняли Какой вы крутой человек То есть вы не будете Зарабатывать на этом ничего А у вас остается Только выплата по кредиту Будет ли такой кредит плохим? Я думаю что ответ очевиден Безусловно Поскольку при покупке Такой дорогостоящей вещи Ничего кроме расхода Не предвидится То лучше всего От такой покупки Отказаться Приведу пример другой Молодой человек Решил стать СММ специалистом И для того чтобы Найти себе Хорошую работу Ему порекомендовали Приобрести айфон Для работы Можно ли в этом случае Рассматривать покупку В кредит? Ну при прочих равных условиях При условии что Действительно человек Является хорошим специалистом И за то что он будет работать Ему будут выплачивать деньги Конечно же здесь тоже нужно Посчитать и учесть разные риски Можно сказать что В целом эта покупка Будет хорошим кредитом То есть если условно Выплаты по данному кредиту За телефон будут составлять 50-60 тысяч тенге в месяц А работа с этим телефоном Будет в месяц приносить 100-150 тысяч тенге Мы видим что доходы Превышают расходы И выплаты по кредиту Вполне окупаются Мы можем сказать что Такой кредит является хорошим Какие еще кредиты являются Ну грубо говоря Глупыми и бесполезными Безусловно покупка Любой бытовой техники Которую вы поставите У себя дома Является не очень Рациональной в кредит Проведение свадьбы Осуществление ремонта И поездка в отпуск На кредитные деньги Также является нерациональной Все эти примеры того Что такое плохие кредиты И если подводить итог Под всем что я сказала Плохой кредит Это такой кредит По которому выплаты Приводят к расходам Но не связаны с доходами Либо доходы незначительные А расходы значительные Только в том случае Если ваши доходы От покупки Превышают расходы Только такие кредиты Мы можем называть хорошими И как раз таки об этом Мы поговорим с вами На следующей нашей передаче А сегодня достаточно С вами была на связи я Юлия Прокопьева До связи Пока-пока Ну и какие культурные мероприятия Ждут нас на этой неделе Узнаем прямо сейчас В рубрике Афиша До 18 марта В Карагандинском областном музее Изобразительного искусства Проходит музейный урок Под названием Женщина-родник жизни С 19 марта В Карагандинском областном музее Изобразительного искусства Будет проходить Выставка из фондов музея Посвященная празднику Наурыс Под названием Мир искусства кочевников С 20 марта в Карагандинском областном музее изобразительного искусства будет проходить выставка работ педагогов Организации дополнительного образования детей под названием «Караганда-90-е» в рамках программы «Мастер-Арт». 22 марта Академический театр музыкальной комедии покажет балет в двух действиях «Жизель». Русский драматический театр имени Станиславского 22 марта покажет трагикомедию, разговор которого не было. Тимиртауский театр для детей и юношества 23 марта представит спектакль по мотивам казахских народных сказок под названием «Бей, дубинка, бей». 23 марта Академический театр музыкальной комедии покажет оперетту в трех действиях «Цыганский барон». Русский драматический театр имени Станиславского 23 марта покажет мелодраму «С любимыми не расставайтесь». Тимиртауский театр для детей и юношества 23 марта представит спектакль-шутку в двух действиях «К барьеру». 24 марта Академический театр музыкальной комедии покажет интерактивную сказку для малышей «Айда Репка». Русский драматический театр имени Станиславского 24 марта покажет авиашоу в двух действиях «Боинг-Боинг». Академический театр музыкальной комедии 24 марта представит кукольную сказку «Золотые струны дамбры». Милые и смешные. Я думаю, что эта рубрика в обсуждении и рассказывании не нуждается. Поэтому присаживайтесь поудобнее, готовьте свое лицо к умилению и улыбкам. Сейчас милые и смешные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ну что? Вот и подходит к логическому завершению наш сегодняшний выпуск. 18 марта, понедельник, мы отработали. А-а-а-а-оскорговорили. А-а-оскорговорили, да. Соблаговолить и попрощаться с нашими глубоко уважаемыми и почтенными телезрителями. Да. И, кстати, наши дорогие телезрители, не забывайте про телеграм-канал, про ютуб, про инстаграм. Любая актуальная информация именно в социальных сетях. Да. Ну что, на сегодня все. Я уже все, что мог, быстро проговорил, поэтому больше мне говорить больше нечего. Все. Говори, говорю. До свидания. Хорошего дня. До свидания. Спасибо, что были с нами. Yes.